Дмитрий Митрохин Дмитрий Митрохин Дмитрий Митрохин Дмитрий Митрохин поднимать такую шумиху. Кто на нее отреагирует? Действительно ли это для некой власти, условной власти, это опасно? И может ли гражданский контроль быть эффективным противодействием тому самому пресловутому административному ресурсу? В разных ситуациях по-разному. То есть, есть какие-то вещи, с которыми бороться трудно, но можно. Есть вещи, с которыми бороться не получается. Например, выборы на участке, не на участке, на округе, на 11 округе, показали, что практически все странные голоса были отданы на досрочном голосовании. Потому что в них выигрывал один кандидат, не 100%, но с безумным количеством голосов. Это уже странно, так просто быть не может. Как бороться с досрочным голосованием, не совсем было понятно. Потому что никто вообще на них внимания не обращал. То есть, там не было наблюдателей на досрочном голосовании, никто за этим не следит. А в тот момент, когда шло уже голосование сегодня, люди очень эффективно отсекали карусели возможностей, возможности подкупа. Потому что, ну, на каждом участке практически стояли люди, которые ждали проголосовавших, чтобы заплатить им, там, вторую часть, ну, вот этих вот договоров, которые заключались раньше. С ними бороться было, ну, то есть, несложно. Подходишь к человеку, спрашиваешь, что делает, если что-то непонятно, вызываешь полицию, его, как минимум, увозят в участок на разбирательство. И он пропадает, там, три часа. То есть, его нет. Это вот то, что ты у себя в фейсбуке писал, Ленка, где Ленка, все ищут Ленку? Да, 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 да. Все искали девушку, все искали, где деньги получить, а ее нету, да. Ну, единственное, что они, видимо, уже проголосовали, волосы они уже отдали. Ну, по крайней мере, на следующие выборы люди, наверное, не будут доверять этим схемам. То есть, эта схема, ее можно сломать, там, пройдя одни выборы. И так надо поступать постоянно. То есть, это понятно, что это не одни выборы, это делается. Это надо делать системно. Подход должен быть там постоянно. Какую роль в гражданском контроле играют оппозиционные партии? Ты, как представитель оппозиционной партии, яблоко, уже можно об этом говорить. Как ты считаешь, вот, насколько она велика? Потому что, по идее, эта оппозиция должна подавать, наверное, пасы вот эти вот, раздавать эти подачи, создавать информационную шумиху, что нас прижимают, угнетают, еще что-то. На, опять же, одиннадцатом округе получилось так, что оппозиционные партии вообще не играли большой роли. Там была битва между партией власти, внутри партии власти. Там был кандидат Архипов, который директор ДУКа в этом районе, и кандидат Дронишников, который бывший глава Ленинского района. И самые основные, как бы, и фальсификации, и контроль за этими фальсификациями устраивали они. То есть, они между друг другом соревновались, и друг друга пытались контролировать. То есть, если мы находили, например, какой-то там странного человека, который выполняет какие-то странные махинации рядом с участком, можно было догадаться. Ну, там, на самом деле, это очень быстро видно. И очень быстро там через час ты уже понимаешь вообще, за кого они голосуют. Потому что они же какие-то, ну, дают опознавательные сигналы избирателя, и, соответственно, их можно заметить. Мы понимали, что это кандидат, ну, от одного кандидата выступают люди. Можно было позвать наблюдателя от другого кандидата, сказать, смотрите, что творится. И они с удовольствием помогали. И, соответственно, в обратную сторону делают то же самое. А вообще, вот один из трендов, что именно Нижегородского, вот именно Нижнего Новгорода, политики в Нижнем Новгороде, вот предвыборного процесса 2015, что оппозиция не сумела выставить какого-то, может быть, мощного кандидата, который сможет повести там вперед. Оказалось, что лучше делать не так. А как? Оппозиция, когда она консолидируется и выступает единым фронтом очень мощным, она привлекает к себе огромное внимание власти, которое, естественно, ее задавливает. А если, например, она выступает не так ярко и так сильно, ну, то есть, например, у нас на округе кандидат Шевченко по экзит-полам занимал второе место. Что было... Это открытие. Сильно, да, и удивительно. Но, к сожалению, когда начали считать, открылись досрочные, уровни за досрочным голосованием, и он... И все стало понятно. И все стало по-другому, да. Ну, в любом случае, на выходе из участков люди говорили, что они его знают, они за него голосуют. Это первая часть, как бы, ответа, да. А вторая часть, к сожалению, я понял на этих выборах, что кандидаты от оппозиции не очень интересны людям. Почему? Нет запроса среди людей на Робин Гуда. А на что есть запрос у населения? На Барина. На честные выборы есть? Нет. Нет запроса. Есть на Барина. Это грустно. Ну, да, так получается просто, потому что, ну, это реально было видно. То есть, если приходишь на участок просто проголосовать, там вообще все очень хорошо, продают пирожки, все спокойно, никаких проблем нет. Если на участке или рядом с участком находишься больше часа, очень видно, что происходит вокруг. Видно, куда идут люди, кто их приводит, там, что они за это получают. То есть, вот это все течение, оно становится заметным. И ты начинаешь понимать, какой объем людей в эти схемы попадает. Это практически все, кто идет на выборы, вот эти там 30, сколько у нас процентов сейчас явка, по-моему, 20. В лучшем случае там до 30, вообще 27, по-моему. Да. Около 30 процентов явки. Все эти люди практически участники каких-то фальсификаций. Какого избирателя мы выращиваем подобными действиями? Мы не выращиваем никого. Воспитываем. Мы убиваем избирателя такими действиями. Не выращиваем вообще никого. Какое будущее, как ты считаешь, есть ли выход вот из такого положения? Чем все это вообще закончится, вот подобные действия? Ну, это закончится отсутствием интереса к выборам вообще. Хотя вот... Куда меньше уже казалось 25 процентов. Да, данный выбор, я считаю, что интереса уже нет. Интереса уже нет. Очень ярко. Я думаю, что до тех пор, пока власти удобно вот так вот использовать систему выборов, то есть так она и останется. Мы собираем явку 20-30 процентов и убеждаем себя, что выборы являются легитимными и живем счастливо. А народ надо обращать на это внимание. Такая договоренность. Вы не мешаете нам, мы не мешаем вам. Дмитрий, спасибо большое за участие в нашей программе. Надеюсь, конечно, все будет не так. Надеюсь, что мы воспитаемся. Я тоже надеюсь. В том числе благодаря гражданскому контролю за выборами. Спасибо. 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 Спасибо.